В наше время мир захлёстывает поток сквернословия, празднословия. Если такое же было и в прежние времена, так, может быть, и оправдано было стяжание молчальничества святыми мужами и женами, — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Молчание — вещь очень нужная. Но ведь речь идёт не просто об умении выслушивать, умении молчать и быть руководителем своего языка, уметь его обуздывать. Дело-то в том, что придумали вообще молчание длиною в год, в жизнь. Молчание ради молчания и самоуглубления, ради того, чтобы не проповедовать. Чтобы погубить себя, чтобы зарыть талант, молчальники идут против Евангелия, против здравого смысла, против Духа Божия. Матфея 10.32.33 «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным, а кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Монашество рвало Библию, слова Христа по частям. Матфея 19.21. «Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение Твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Кавычки закрыты. «Проследите внимательно за речью Христа и объясните тому, кто хотел быть совершенным, как монахи, не просто верующим, но по самой высшей мерке». И вот они первую часть прекрасно усвоили. Раздать имение своих родителей, сами-то в том ещё, как правило, не принимали участие, не сами копили это богатство, а дальше слова Христа полностью истребили, замазали. «И следуй за Мною». «За Христом, значит, идти в мир со Христом, нести Слово Божие погибающему миру». «Не сказал Христос, вопрошавшему юноше, чтобы он раздал имение и спрятался в монастырь, который тогда и не был ещё придуман». Серафим Саровский. «Память 2 января». «Когда мы в молчании пребываем», — говорил впоследствии преподобный Серафим, — «тогда враг, дьявол, ничего не успеет относительно потаённому сердцу человеку. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа. От уединения молчания рождаются умиление и кротость. В соединении с другими занятиями духа молчальничество возводит человека к благочестию. Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. «Ты только сиди в теле своей во внимании и молчании, и всеми мерами старайся приблизить себя к Богу». «А Господь готов сделать себя из человека ангелом». «Исайя 66, 2. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Кавычки закрыты. Плодом молчания, кроме других духовных приобретений, бывает мер души. Молчание учат безмолвию и постоянной молитве, а воздержание делает помысл неразвлекаемым. Наконец, приобретшего сие ожидает мирное состояние. Акепсим. Память 3 ноября. Святой Акепсим жил в царствовании Феодосия Великого. Затворившись в малой келье, он прожил в ней 60 лет, перенося сильный жар и холод, никого не видя, ни с кем не беседуя, и только молясь Богу. Келья его была выкопана в земле и была очень удобна для обитания. Пищей же ему служила чечевица, смешанная с водой, да и то однажды в неделю. Необходимую для питья воду он черпал из ближайшего источника ночи, чтобы не быть с кем-либо видимым. После усиленных просьб он принял сан епископа и сотворил многочисленные чудеса. В мире предал дух Господу. Поликард 24 июля. После его смерти возникло большое затруднение в монастыре. Братья не могли себе избрать нового игумена, хотя многие из блаженных старцев были достойны такого сана, но ни один не хотел его принять по своему смирению и обету безмолвия. Им казалось лучше быть в повиновении, находиться в уединении, чтобы своего товарища, добродетели, собранного упорным трудом, не расточить в заботах и печалях, которые обыкновенно не разлучны с начальствованием. Пимен Великий. Память 27 августа. Однажды пресвитеры страны той посетили монастырь, в котором пребывал преподобный Авва Анувий. Желая хотя несколько угостить их, вошел к преподобному Пимену и сказал ему об этом. Однако Пимен не дал ответа, но пребывал в молчании долгое время и отошел от него Авва Анувий с печали. Потом братья бывшие у него спросили его Авгу Пимена, почему ты не дал ответа Авве Анувию. Старец же отвечал им, я не имел для сего орудия, то есть языка, ибо я мертв. Мертвый же не говорит, посему не считайте меня пребывающим с вами. По совести, вот главный индикатор, делам, делишкам, делопроизводству, при акте творчества, в творении характер, ее шлифует, прорастая в возраст. Дикарь, цивилизованный невежда, священники, епископ, патриарх, чем дальше, выше идиотства реже. Все отдаленнее спасительнейший страх, о совесть, о мучительница наша, спасающая в муках раскаяния. Насилуя тебя согнувший пашут, чем разбудить ее у окаянных. Сожженные остались угольки, не достучишься бронебойной пулей, ночные бабочки, пропойцы, мотыльки. Вас не собрать в животворящей улей, ослевшим и оглопшим, полоумным, даровано евангельское слово. По изгородям ищут, закоулкам бессовестного хама или злого. Про совесть, повесть, от нее зависит откликнуться на проповедь живую. Случались иногда о чем-то вечном, о встречах с умершими, плачем и тоскуем. Случались иногда о чем-то вечном мысли, о встречах с умершими, плачем и тоскуем. На помощь совести спасительное слово о воскресении распятого Христа мы по крупицам по эфиру ловим, как буквы брошенного мятого листа. О нем единственном, простившем без упора, истосковалась в совести душа Навстречу с ним, не заградят и горы, у ног его склоняюсь, не дыша. Нашел, нашел, все прошлое, как небыль, кошмарной вереницей-колесницей. Твой голос через совесть голубь белый в поклоне любящим сгибаю поясницу. 30 августа 2003 года Игнатий Тихонович Владимир.